Специальные упражнения на мешочке на боксерском. Потому что все пародисты набивают плотки. И вот такой вот фитнес-фитнес. Уличные боксеры, либо на «За», они тоже набивают плотки на мешке. Ставьте сюда, да, ставьте правильно. Бам! Сюда ушли. И, опа, приблизитесь к противнику и оттянулся. Всем привет! Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Макс Шрунков и Макс Степанов. Отвечаем на такой вопрос. Смотрите, ребята, мы отвечаем на вопрос моего старинного друга, моего старинного кореша Магаданского Андрея Поленечко. Потому что в предыдущем видео мы отвечали, как по раундам, допустим, распределить работу и отработать основные удары. Прямые, боковые и в стойке. То есть, чисто по раунду такая боксерская работа, да? Но в этом видео я хочу немножко детализировать и сделать специальные упражнения на мешочке на боксерском. Поработать именно такие упражнения, которые хорошо проработают технику этого удара, да? С разных моментов. Первое упражнение, ребята. Я рекомендую вам даже без перчаточек начинать, потому что кулачки надо набивать, закалять. Можете либо голыми кулаками, либо бинтами. Все-таки лучше намотать бинты, чтобы у вас не было этих вот стираний. Кстати говоря, обычно сдирают кожу, когда они наносят неправильно удар. То есть, когда бьют, то прямо рука скользит по мешку и кожа сдирается. Если удар правильный, то вы не сдираете кожу, а у вас просто остаются синяки здесь. Ну, как бы, вот так. Это значит, правильный удар. То есть, вы тебя пробили и рука у вас чуть не разошла. Здесь остались какие-то вмятины. Вот, собственно, и нормально. Это хороший удар. Поэтому бинтуйте все-таки руки, берегите ваши руки и начинайте с этого движения. Смотрите, первое задание тоже по 30 секунд, по минуте, таймер поставили и области. Вот, легкая набивочка. Можете на месте, с ногами движение. Ударчики, видите, вертикальным кулаком. Дальше, следующий упражнение. Тип апперкот, разворачиваем ладошку к верху и начинаем тоже наступить. Очень полезно для ноги, потому что всех породически надевают кулаки. Ну, и уличные боксеры, типа нас, да, они тоже набивают кулаки на мешке. Следующий вариант. Точка фронтальная, сейчас не заморачиваемся, да. Прямые ударчики, здесь уже ладонь вниз смотрят. А вот такие вот. Тук-тук-тук-тук. Побежали. Сильно не вкладываемся. Задача разогреться. То есть, считайте, что эти упражнения, они будут как бы разминочные. А теперь переходим уже к работе. Настоящей работе. Задача следующая, ребята. Ваше движение такое. Если вы бьете правой рукой, по фронтальной стойке стоим, в детстве надо перенести на левую ногу. Если бьем левой рукой, вес переносится на правую ногу. Сейчас я показываю медленно. И буду потихонечку разгоняться. То есть, я совершаю такие микро-прыжочки. Влево-вправо. С ноги на ногу. И вот такой вот фитнес большой. Макс, попробуй. Фронтальную стойку вставляем. Начинаем медленно. Бьем правой рукой, вес на левой ноге. Бьем левой рукой, вес на правой ноге. Поехали. Во, отлично. Сильно не вкладываемся. Главное поймать динамику. Значит, упражнение заставить работать все ваше тело в координации. Чтобы и вверх работал, и вниз работал одновременно. Вот так вот поработали 30 секунд. Минуточку. И следующее задание, ребята. Примерно то же самое. Только развесовочку делаем по-другому. Смотрите. Сейчас, когда я буду бить правой рукой, я вес принесу на правую ногу. Понимаешь? Когда левой рукой, вес на левую ногу. И вот такой же бежит. То есть это больше задание на координацию, на чутье, на ловкость. Здесь, в принципе, напоминает, как бы, уход свиньи от атаки. Сайдстепом и удар. Но мы сейчас не делаем сильно больших шагов. А наша задача заставить работать руки и ноги. Слитно. Одновременно. Координации. Масло пробуем. Ага. Вот такой фитнес. И если кто-то хочет похудеть, то, пожалуйста, чем-то упражнение отключается. Не знаю, отработать там на степ по форме, там, или все это этим. Взяли перчатки, взяли мешочек и танцуете. Хорошо. Поработали. Это было второе упражнение. Третье упражнение. Мы делаем уже движение немножко вперед и в сторону. Встали перед мешочком на фронтальную стойку. Левая нога идет вперед и влево. Нанеси удар правой рукой. Вернулись. Вернулись. Правой ногой вперед в сторону. Вернулись. И пошла работать. Раз. 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 То есть это будет второе движение, когда вы встречаете атаку противника уклоном. И навратите встречный удар. Шагаем немножко по диагонали. Раз. Сюда. Раз. Сюда. То же самое на мишке. Вернулись. Ага. То есть каждый раз обращаемся во фронтальную стойку учебную. Раз. Шагай. Подобрать дистанцию. Ага. И все. И то же самое превращаем в такой фитнес. Но он в том, что очень слабо ваше тело проработало движение. Чем больше повторений, тем лучше. Правильно повторить. Ага. Плечо тоже закручивай. Ага. Вот. Ставьте все туда. Ставьте все туда. Ставьте правильно. Поварочить бедро. Плечо по максимуму. Плечо. 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 Отлично. Это было третье упражнение. Ребята. Четвертое упражнение. Смотрите сюда. Сложное движение. Но очень-очень полезное. Располагаемся к мешку. с правым боком левосторонней стойки. Видите, да? Я стою правым плечом, правым бедром, к мешочку. Отсюда идет удар левый боковой. Оп, пробил. Возвращаюсь в исходную позицию и делаю смену прыжком. То есть правая нога идет там, где стояла левая, а левая продвигается вперед дальше, и я разворачиваюсь на 180 градусов. Вот таким движением. Теперь у меня положение я стою левым плечом к мешку. Бил правым боковым. Возвращаюсь, разворачиваюсь. Удар, вернулся, вернулся. Если вы слегка отбираетесь на мешок, это нормально. В боевых ситуациях вы можете столкнуть локтем, сводить за рукав, придержать человечка. Можно делать повторный удар. Скрутились. Сюда ушли. Сюда ушли. Раз. Вернулся. Раз. Вернулся. Хорошо. Хорошо. Теперь ровнемся. Здесь, конечно, сложное движение, это именно смена прыжком. Все это делаем плечами. Только вместо удара сейчас будет просто повар плеча и щит на меня штуку. И опа. Правостороннюю стоечку. То есть работаем с грудками. Вот такая. Хорошо. Отлично. Отпускаем. Так, очередное упражнение. Очень интересное и очень полезное. Мне кажется, потому что оно включает уже работу ног. То есть помимо того, что вы должны нести удар, вы должны приблизиться к противнику или оттянуться от него. То есть набрать ту дистанцию. Начинаем упражнение с раскачки мешка. Я начинаю его раскачивать. Видите, да? И начинаю двигаться вместе с мешком. То есть реагирую на мешок. Мое движение. Перестанавливаем шагами. На досочках. Мягко открываем шахту. Шахту, шахточки. И левой рукой я намечаю дистанцию. Левой рукой. Ушел. Прошел. Отошел. То есть и в движении вперед, и в движении назад я работаю левой рукой. Правая рука пока здесь. На строне. Попробуем. Раскачаем мешочек. Под танцевой. Я сошел с ним. Можно без удара даже. Просто проходим. На чувство дистанции. На чувство момента. Тайминг. И добавляем левую руку. Обычно это сдвоенные джебы. Бам-бам. На отходе их вперед. Хорошо. Прошел, да? Ждем, когда мешок у нас уйдет. То есть реагируем здесь. То есть в этом задании мешок это ваш партнер. Он наступает, он наступает. Вы вместе с ним. Хорошо. И к этому заданию добавим бонус. Правую руку. То есть ставим как бы жирную точку. Кстати говоря, это следствием, когда это по штальюну. Сейчас мы сделаем этого самого волшебного по штальюну. Также мешок раскачали. И легонечко. Поставим точку. Левый отходим. Левый нападаем. Правый продолжаем. А почему почтальон? Почтальон. Это следствием, потому что он напоминает. Почтальон подключался к вам окошка или дверь. И принес вам бандероль. То есть тук-тук. Получить. Там-бам. Получить. Я думаю так. Ой, это уже нормально, да? Да. Если вы будете усиленно били, он будет сильно раскачиваться и болтаться влево-право. Здесь очень важно сгодировать все эти удары, чтобы это можно было делать долго. Ну, как минимум, наверное, 30 секунд. Чтобы пророться. Вот в это движение. Вот так же его можно встречать. То есть, если раскачали, когда он на вас идет, тух-треть на отходе. Но об этом в следующей нашей передаче. А сегодня, дорогие мои друзья, наверное, мы закончим. Потому что и так уже много материала по тому, как отрабатывать удары на боксерском мешке. Итак, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Деньги с друзьями. Ну, если вы еще не подписаны, стыдно. Друзья, стыдно. Итак, все. Всем пока. Чай и папиросы. Ответы на вопросы. Баба наоборот пахнут еще. Умажнение подходящих. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok